Продолжение следует... 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 Если есть внутренний голос, то есть осознавание внутреннего голоса. Есть внешний голос и осознавание голоса извне. То есть мы постоянно упускаем из виду главное. То есть осознавание всего, что происходит во вне или внутри. Все, что происходит, что бы ни происходило, называйся во это чем-то внешним происходящим или внутри это происходит. Что-то мирское или возвышенное. Все, что бы ни было. Что бы ни происходило зависит от того, что это осознает. То есть без осознавания того, что происходит, это не может существовать. Но никто не любопытствует, никто не интересуется, кто все это распознает. Мы полностью увлечены и воспознаваемыми. Будь то свет, будь то не голос, видения, кундалини, чакры, аура, что угодно. И самое главное и самое важное и самое очевидное и самое очевидное совершенно упускается из виду и пролируется абсолютно абсолютно в одном себе. Довести себя. Мы не одеваем, упускаем из виду. Где я в этом фильме? Где я в этом фильме? А где же я в этом фильме? Я даже в фильме? Вообще вопрос, в этом я участвую я? Участвую ли я в этом фильме? Понимаешь? Да. ПОДКИЙ СМОБИЕ Мне кажется, что то, что осознает, является тем, что описать невозможно. То, что осознает, не является даже тишиной, это ничто. Это ничто не потому, что этого нет, а потому, что это описать невозможно, у этого нет качеств. Это просто осознает осознавание, он тих. И тут же видишь, расслабление. Он очень тих, мыслей нет. Ум не распознает сам себя. Что это распознает? Что уманит, что мысли нет. То есть ты не ум, то есть ты не мыслей. Мыслей нет, а ты есть. То есть ты не думаешь, что ты думаешь. То есть я иду, я делаю, я то, я сё. То есть я иду, я делаю, я то, я сё. То есть вот это я и я. И ты присутствуешь, и ты сознаешь. Сознательное присутствие. Сознающее присутствие. Сознательное присутствие. Когда мысли отсутствуют. А когда мысли отсутствуют. А когда мысли отсутствуют. Это непонятно, как это всё. Хорошо, плохо, правильно, неправильно. Всё просто есть. Как есть. Поведение твоего тела. Какое оно хорошее, плохое, правильное, неправильное. Когда насприятие такая, когда насприятие без мыслей, тогда невозможно сказать, кто это словно. Где ты заканчиваешься, и начинаются другие. Ну и друг не будет. Ничего сложного, не наука ракетостояния. Ничего сложного. Ничего сложного. Ничего сложного. Только для многих. Силенция не для тебя. Потому что тишина не для тебя. Потому что тишина не для тебя. Это ты. Ум не может пережить пустоту, тишину. Тишина и пустота, когда ум исчезает. Он исчезает в этом. Тело не может распознать тишину, пустоту. Тело не может распознать тишину, пустоту. Тело знаемо пустотой, тишиной. И он говорит, что это, что это. Тогда чье это тело? Чья это жизнь? Просто тело, просто жизнь. Это вибрация в тишине. Энчантин, да? Энчантин. Это чего? Увлекательно. Это чего? Увлекательно. Это чего? Увлекательно. Скажи, ты же, если вы более красивые. Я не знаю, не был Венесвел, я не подсчитывал, но столько красавицей в Венесвелах. Все вместе с Вселенной занимает и занимает каждый год. Потому что нам достаточно время пройдет в Украине. И вы говорите. Вы используете слова. Откуда они приходят? Откуда они приходят? Откуда они? Когда говорят, что У исчезали, имеется ввиду, что концептуальный Убор! Все наши идеи, представления, как должно быть, не должно быть, концептуальный ум уходит, исчезает. Этот звук — это инструмент выражения пустоты, потому что эти слова не являются инструментом понимания. То есть мысли не могут быть инструментом понимания, или различения, или чему угодно. И иногда слова приходят из других мест, как «оттуда» или «сердце». Они все приходят из одного источника. Ты можешь что-то сказать, или что-то подумать. И эта мысль посылает сигнал в мозг. Возможно, не создаются какие-то ощущения в теле. Я люблю тебя. И эти слова не исходят отсюда, из сердца. Они не исходят отсюда. Я ненавижу тебя. И эти слова исходят отсюда. Если ты отследишь любую мысль назад, ты увидишь, что они все возникают и исчезают в одном источнике. Когда эти мысли осознанные или бессознательные, они исходят из одного источника, они оттуда же возникают. Чистые мысли, или нечистые мысли приходят оттуда же. Бессознательные мысли, они возникают на основе памяти, на основе направленных впечатлений, они аккумулировались только из-за того, что произошло отождествление с телом. И началось аккумулирование вот этих переживаний, которые происходили через тело. Например, вы что-то сейчас испытываете, это становится памятью, и, соответственно, становится концепцией. Вот так должно быть. Следующий момент, он отличается, он всегда отличается от предыдущего, то есть следующий момент не такой. И тогда вы в конфликте, потому что вы в конфликте с тем, как должно быть. Если это не соответствует идее, тогда эта мысль создает вибрацию и ощущение в теле, которое мы называем неприятным чувством, плохим чувством. А если соответствует, то это создает ощущение и переживание в теле, которое мы называем хорошими чувствами. Но без мыслей происходит прямое переживание чего-то, ощущение. И это просто ощущение. И это просто ощущение. Ровные ощущения. В чистом виде ощущения. Такие, какие есть. В чистом виде. Просто ощущение. Вы это уже испытали. Вы сидели там. и голодны, это просто прямое ощущение. Холод. Люди сидели, говорят, вижуся, не движутся, слушают, смотрят, воспринимают запахи, чувствуют, может быть не тесты, но обо всем, Это просто прямое восприятие того, что есть, без рассказчика, без того, кто описывает то, что есть. Это просто прекрасный тур, без туристов. Это и это, и это, и это, и это, и это. Ты, один со своим любимым, один как планета, сам по себе. Сам по себе, один, предоставлен в себе. Приблизи, не oglадись. Может, это, и ты прощаешь? Спасибо.